Привет всем зрителям канала СМИРУ ПО ФАКТУ! Первая часть видео о самых опасных и страшных местах на планете вам понравилась, и поэтому я решил сделать вторую часть. Итак, поехали! Болото Манчак – это таинственное и мрачное место, расположено в штате Луизиана, совсем недалеко от Нового Орлеана. Эти болота еще называют болото призраков. Согласно легенде, в 1915 году в этих местах держали в плену злую королеву Вуду, и она наложила проклятие на эти болота. Позже ее здесь же и сожгли на костре. С тех пор и стали твориться странные вещи. Когда-то здесь находилось три деревни, но на них обрушился ураган и полностью стер с лица земли. Много человек тогда умерло. Пейзаж здесь и днем нерадостный, а уж ночью тут очень страшно. Торчащие из воды коряги, покрытые мхом, корни деревьев, черная вонючая вода и кругом не души. Если, конечно, не считать аллигаторов, которым здесь раздолье. Иной раз раздается ужасный вой. Любители мистики и страшилок считают, что это образец запугивает путника. Птицы стараются облетать это место стороной. Парижские катакомбы Парижские катакомбы – одна из самых интересных и в то же время ужасающих достопримечательностей Франции. Коридоры катакомб сплошь выложены человеческими костями и черепами. Поистине ужасающее зрелище. Когда-то эти пещеры использовали для добычи камня, который был необходим при строительстве города. И чем больше развивался Париж, тем длиннее и протяженнее становились катакомбы. На данный момент это совокупность подземных туннелей и пещер, общая протяженность которых составляет более 300 километров. И располагается на территории Старого Парижа, на глубине более 20 метров. Со временем предназначение катакомб изменилось. Их стали использовать как подземное кладбище. И туда же перенесены остатки большинства средневековых сохранений, находящихся на поверхности. После этого парижские катакомбы стали называть городом тьмы. Сейчас эти пещеры открыты для туристов. Каждый желающий может попасть туда на экскурсию и окунуться в мистический и таинственный мир, в который таят в себе эти пещеры. Правда, большинство проходов для туристов закрыты. Припять. Наверное, только ленивый не рассказывал об этом таинственном месте. Припять – это город в Киевской области, покинутый жителями в апреле 1986 года, после крупнейшей в мире ядерной аварии – взрыва реактора на Чернобыльской атомной станции. И хотя прошло уже много времени, но находиться на территории города все равно опасно. 50-тысячный город был полностью эвакуирован. Люди покидали дома и оставляли в них все как есть. В настоящее время по заброшенному городу проходят экскурсии с гидом, но для этого нужно получить специальное разрешение, а маршрут проходит по наименее зараженным местам. Но есть экстремалы-нелегалы, которые могут бесконтрольно заходить в любое здание, побывать в заброшенных больницах и школах, полностью погрузиться в атмосферу постапокалипса. Самовольные вылазки опасны для здоровья, так как незваные гости не знакомы с традиционной обстановкой в том или ином месте города. Змеиный остров Змеиный остров – зловещее и крайне опасное место у восточных берегов Бразилии и, возможно, одно из самых опасных мест на планете. Расположенный в 35 километрах от побережья штата Сан-Паулу, Змеиный остров мог стать райским уголком для туристов. Но здесь нет ни пятизвездочных отелей, ни прекрасных пляжей, хотя местный климат здесь идеально походит для развития туристического бизнеса. Именно здесь живет невероятная ядовитая змея – островной Батропс. Так как Батропсы не опасаются близости человека, это позволило им в невероятных количествах располагиться на острове. Согласно подсчетам, на один квадратный метр приходится пять взрослых особей. Эти змеи не только ползают по земле, они еще умеют ползать по деревьям, так как их добичь является мелкой птицей. Все это привело к тому, что люди покинули этот остров. К тому же, змеи выселили всех млекопитающих. На острове расположен маяк, но он работает в автоматическом режиме. Власти, наученные печальным опытом, запретили посещение этого проклятого места людьми. На этом все. Если вам понравилось это видео, то поддержите его лайком. А те, кто еще не подписан на наш познавательный канал, обязательно подпишитесь. Я расскажу вам еще много интересных историй. Желаю вам хорошего настроения и удачи. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok